Звуковой гимнастик Звуковая гимнастика предполагает произношение определенных звукосочетаний вместе с правильными техниками дыхания и выполнение физических упражнений. И это как-то укрепляет ему ничего? Конечно, это максимально дает нам возможность оздоровить всю нашу бронхологическую систему. Давно видно, что звуки имеют ликувальный эффект. Так, классическую музыку рекомендуют слушать вагитно, а высокие вибрации дельфинов людям с разводами нервовой системы. А как относительно звуков, которые мы промышляем? Вероятно, они тоже могут быть профилактикой болезней. Если выголошить звуки и их получение в четкой последовательности, можно развить легене и усиливать иммунитет своего организма. Это и есть главным задачей звуковой гимнастики, которую использует официальная медицина для лечения астмы, пневмонии и хронических болезней бронхи. Гимнастика довела свою эффективность и как метод профилактики. Она стимулирует кровообъект и вместе с мокротением выводит из организма все шкодные вирусы и бактерии. Если выполнять звуковые упражнения регулярно, застуды можно не бояться. И чтобы лучше продемонстрировать, как это работает, я тебе понесла вот гудок. Держи. Спасибо. И теперь попробуй в него подуть. Первый раз пробую. Подуй. Ой. А ну теперь давай сильнее, сильнее. Набери полную грудь воздуха и со всей силы. О! Я уже и забыла, как это весело. Вот получилось. Вот звуковая гимнастика использует тот же принцип. Когда мы разговариваем, для того, чтобы у нас получались звуки, нам достаточно дышать поверхностно. И мы не задействуем всю нашу легочную систему. Вот так вот, как ты первый раз подула, гудок не надулся, потому что ты не вдохнула на полную грудь. Ты знаешь, вот я даже сейчас пробую просто дышать, как в обычной жизни, и смотри. Вообще ничего не происходит. Не получается правильно. А когда мы произносим звуки в растяжку, тогда у нас выдох получается длиннее. Вообще, в идеале, он должен быть длиннее вдвое. Я помню, когда мы делали с тобой специальную дыхательную гимнастику, ты как раз и рассказывала о том, что выдох должен быть вдвое длиннее, чем вдох. Да-да-да, абсолютно верно. Потому что именно на выдохе у нас кислород попадает в кровь. Это во-первых. А во-вторых, когда мы дуем, мы еще и усиливаем давление воздуха. И он под напором попадает даже в те альвеолы, которые, как правило, недополучают воздух. И таким образом у нас лучше функционирует вся наша легочная система. И организм у нас получает больше полезных веществ и лучше выполняет свои защитные функции. А смогут ли наши гости выполнять эти упражнения? Ну, упражнения они выполнять не смогут, потому что они сидят. Но они могут говорить звуки вместе с нами. То есть вы можете нас поддерживать и потихоньку тренироваться. Ну, а те, кто смотрит нас, конечно, могут повторять все упражнения за Женей, для того, чтобы на себе ощутить силу звуковой гимнастики. Да. Да. Итак, первое упражнение у нас называется «Коршун». Звук будет сзади написан, который мы должны произносить. Поэтому твои гости смогут вместе с нами. Ножки ставим вместе. Руки складываем над головой. Мы делаем вдох. На выдохе мы сейчас будем опускаться и произносить звук. И мы будем стараться выдыхать длинно. Итак, поехали. Поднимаем руки, делаем вдох. И на выдохе опускаемся и говорим. И скрутились как бы в комочек. И опять поднимаемся, делаем вдох. И на выдохе. Поднимаемся еще раз, делаем вдох. И на выдохе. Мы должны стараться максимально длинно проговорить все буквы, чтобы у нас выдох получился длиннее. Отлично. Слушай, ну вот я уже чувствую, как легкие насыщаются кислородом, и даже какая-то легкость появляется в теле. Есть ли противопоказания у этой гимнастики, которая оказывает такое влияние на организм? Противопоказания могут быть только, если была травма грудной клетки, или если во время того, как мы выполняем эти упражнения, у нас появляется боль в грудной клетке. Тогда лучше сходить к доктору. А вообще эта гимнастика, она показана всем людям, даже тем, у кого хроническая пневмония или астма. Да ты что! А здоровым тем более. Поэтому мы все вместе можем делать. А сколько раз нужно сделать пф? Ну, мы можем сделать три раза, а вообще в течение дня можно сделать один-два раза эту гимнастику, где-то по пять минут. Мы вот этот вот звук пф будем повторять после каждого упражнения, потому что когда мы проговариваем именно вот эту вот букву ф, у нас расслабляются все наши дыхательные органы. Это как бы очистительный выдох. Теперь мы делаем второе упражнение, оно у нас называется дерево. Правой ногой отшагиваем назад и поднимаем руки ладошками друг к другу. А правой ногой отшагиваем назад, да. И теперь мы будем опускать руки, подставлять ножку и говорить «м-м-м-м», не открывая губ. Делаем вдох и опускаем «м-м-м-м-м». Почти как в йоге. Ага. И так щекотно губам, когда говоришь. Да-да-да, так и должно быть. Да? Все происходит правильно. Поехали. Вдох, поднимаем и опускаем. О, как здорово получилось. Да. Это уже лучше. И еще раз пробуем. Как будто пчелы. Похоже, да. Еще раз поднимаем вдох. И на выдохе. М-м-м-м-м-м-м-м-м. О, как у тебя получилось длинный выдох. Молодец, уже натренировалась. Да. Отлично. Когда мы проговариваем звук «м-м-м», это вызывает у нас вибрацию в грудной клетке в солнечном сплетении. Поэтому это очень хорошо повышает микроциркуляцию крови в этих областях. Но это действительно один из самых древних звуков для медитации, да? Так вот, не зря же его говорят. Да. Поэтому мы сегодня чуть-чуть пользуемся секретами древности. А теперь мы должны сделать наш очистительный выдох. Пф-ф. Сразу после этого? Да. Или когда мы несколько раз это сделали? Вот несколько раз мы три раза можем сделать. А теперь еще раз делаем пф-ф. Пф-ф. Отлично. Все расслабили. И, между прочим, когда мы поднимали вверх руки, у нас еще и задействовались верхние дыхательные пути. То есть мы давали возможность легким еще больше вдохнуть, да? Да. Теперь у нас на очереди следующее упражнение. Для этого нам понадобятся мячики. Не зря они у нас сегодня есть. Мы берем их в руки. И упражнение будет так и называться. Игра в мяч. Мы ноги ставим на ширине плечей, носочки разворачиваем. Мячик берем двумя руками груди. Да. И теперь мы делаем вдох. А на выдохе мы мяч от себя отталкиваем. И проговариваем такие буквы. Вон они у нас уже есть. Врух. Пробуем. Вдох. И поехали. Врух. А, это быстро надо делать, да? Ну так, энергично. И R мы стараемся произносить громко и четко. Поехали. Врух. Врух. И теперь... Вот как мы. Ты сдула мяч, у тебя очень сильное дыхание. Когда мы произносили звук В, у нас получались вибрации на уровне лица. То есть это улучшает и микроциркуляцию в лице, и, кстати, в гайморовых пазухах. Поэтому очень будет полезно сделать, если у вас насморк или гайморит, сделать именно это упражнение с мячиком. Хорошо. Теперь на очереди у нас следующее упражнение. Оно у нас называется аист. Сегодня у нас такие интересные упражнения. Как мы делаем? Мы ноги ставим вместе. На вдохе мы поднимаем коленка и две руки, как аист. Вдох. И теперь на выдохе мы будем говорить жрух. И поехали. Поднимаем вдох. И опускаем со словами. Жрух. Не забывайте, пожалуйста, звук Х в конце произносить. И теперь с левой ноги. Также. Поехали. Вдох. И опускаем. Жрух. Хорошо. И Ж надо стараться проговаривать длиннее. А Ж. Именно Ж. Да, сейчас я расскажу, почему. Поехали. Еще раз. Вдох. Опускаем. Жрух. Отлично. И теперь. Устали, Жрух. Наверное. Кстати, когда мы говорим букву Ж, у нас улучшается микроцикуляция в грудном отделе. Во время бронхита, например, очень хорошо помогает освободиться от мокроты. Кстати, вот эта прекрасная гимнастика, которая понравится детям, она выглядит как игра, а ведь малышей, да и подростков тоже иногда бывает просто сложно лечить. Это точно. Да. А здесь такая помощь. Поэтому это будет очень кстати. Да. Здесь можно, даже если вот немножко приболел ребенок, не противопоказана эта гимнастика, да? Конечно, можно только если нет температуры. Ага. Ну а как профилактика, так это вообще замечательно. Да. Теперь мы садимся на стул. Последнее упражнение у нас называется вертолет. Как мы будем делать? Вррр. Мы будем говорить «зрух». А, «зрух». Да. Отводим руку назад правую и говорим «зрух». Поехали. «Зрух». На слева руки также. «Зрух». Жень, мне так нравится, что ты сама веселишься, когда делаешь эту гимнастику. Ну это же весело. Конечно, это для отличного настроения. Когда мы проговариваем букву «З», у нас вибрация усиливается на уровне шеи и головы. Вот такие у нас простые упражнения. Они и веселые, и очень полезные. Да, и это самое лучшее. В целом получается, что если по нескольку раз выполнить каждое из этих упражнений, то такая дыхательная гимнастика займет 5-7 минут. Да, и желательно, конечно, выполнять каждый день, можно даже по два раза. Вот первые два упражнения, которые мы делали, и когда мы делаем «мммм», вот это вот обязательные упражнения. Их надо выполнять каждый раз. А с другими можно импровизировать. Я подобрала для вас самые эффективные, но можно что-то придумать свое. Ты знаешь, я наблюдала, с каким удовольствием наши гости делали упражнения, но вот такое впечатление, что чего-то им не хватало для того, чтобы прям развернуться, что прямо жрух! Сейчас для твоих гостей у нас есть сюрприз. А что это за сюрприз, Женечка? Помнишь, я говорила, что очень важно на выдохе создавать давление, чтобы воздух под давлением выходил? Вот это вот можно достичь как раз, когда мы дуем через трубочку, или когда мы надуваем шарики. Сейчас мы это и попробуем вместе сделать. Отлично, повеселимся. Женечка, расскажи, объясни нам нашу задачу. Мы должны сначала набрать максимальное количество воздуха в легкие, и со всей силой дуем. От этой гимнастики вы получите и пользу, и удовольствие. Спасибо тебе огромное, Женечка. Первым увидеть новое видео.